Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Это правопорушение альбо злочинство. Поразважаем про это сегодня с экспертом нашей программы, студия «Актуальная микрофона», начальник Головного управления податка и обкладания физических особ Министерства по податках и сборах Михаил Расолько. Добрый день. Добрый день. Долушаться до нашего эфира можете и вы, коли у вас есть вопросы до нашего сегодняшнего гостя. Телефон 284-87-53, 284-87-53. На протягу по угодине телефонуйте и задавайте питание. СМС так само номер памяты 1062. Михаил Михайлович, в правительство должны изменения поступить нашего налогового законодательства где-то в следующем месяце. Какие предложения подготовило ваше министерство? Ну, что касается налогобложения физических лиц, то уже, в принципе, на протяжении ряда лет мы каких-то кардинальных изменений в этот процесс не вносим. Почему? В принципе, уже сформировался порядок налогобложения, определились ставки, поэтому каких-то кардинальных изменений на 2018 год не планируется в отношении именно налогобложения физических лиц. То есть, допустим, по доходной налогу его ставка не изменится? Новых налогов не появится для физических лиц? Нет, единственное, о чем уже неоднократно мы сообщали, что ежегодно размер льгот и размер ставок, те, которые установлены в рублевом эквиваленте, они индексируются. Поэтому вот единственное, что каждый год происходит, это те налоги, которые установлены именно непосредственно в рублях, они с учетом инфляции несколько индексируются. Поэтому вот речь идет только об этом. А об увеличении ставок речь не идет. Ну а что касается налога на недвижимость, вообще налогобложения недвижимости, ведь каждый из нас, имея, допустим, дом, квартиру, является фактически плательцем и земельного налога, и налога на недвижимость. Что надо знать? Ну, я хочу сказать, что у нас вот плательщики налога на недвижимость и земельного налога, это одна из самых многочисленных категорий плательщиков. У нас на учете более 2,5 миллионов граждан, которые либо владеют недвижимостью, либо земельными участками. При этом 50% из них пользуются льготой. В основном это жители сельской местности имеют право на льготы, пенсионеры, инвалиды. Ну и что касается налога на недвижимость, в настоящее время для граждан, владеющих недвижимостью, ставка устанавливается 0,1% от стоимости имущества. А сама стоимость определяется либо организациями по оценке имущества, либо налоговыми органами, исходя из площади этих помещений. Поэтому здесь мы, конечно, видим, особенно когда налоговые органы расчет делают, исходя из площади жилых помещений, конечно, эта оценка, она не всегда, может быть, отражает реальную стоимость вот этого имущества. Поэтому вот в этом году был завершен пилотный проект, который проводил Государственный комитет по имуществу совместно с Министерством по налоговым и сборам и Министерством финансов. Пилотный проект проводился на базе двух районов, Советский район города Минска и Копольский район. Поэтому вот определялась возможность проведения массовой кадастровой оценки объектов недвижимости с целью приведения ее, ну, если не крыночной, то какой-то стоимости, которая все-таки реально отражает стоимость этого имущества, в том числе и с учетом местонахождения вот этого объекта недвижимости. Должна быть справедливая оценка, потому что вопросов действительно очень много возникает, и, наверное, правильных вопросов, когда люди живут практически в одинаковых условиях, а налог платят по-разному. Да, дело в том, что вот один и тот же объект построен из одного и того же материала, но расположен, допустим, в центре Минска и где-нибудь в деревне. Да куда в центре? Бывает, что там соседние дома и уже разница. Ну, бывает это в том случае, когда действительно, когда один объект оценили специалисты, а второй объект оценен исходя из площади недвижимости. Вот здесь, конечно, возникает вопрос. Поэтому вот в этих целях и был проведен этот пилотный проект, ну и вот в перспективе, конечно, этот процесс, скажем так, длительный для того, чтобы провести по территории всей республики. Но вот этот уже данный вопрос в правительстве рассмотрен, и я думаю, что в ближайшее время уже вот мы приступим к вот этому процессу, и, соответственно, уже вот сама объекта, оценка объекта, она будет соответствовать действительно его стоимость. Вот, Михаил Михайлович, вопрос от наших слушателей похожий, да, наверное, на эту тему. У человека три квартиры, две с удобствами, одна без удобств. И она говорит, почему вот за квартиру без удобств платить налога столько же, сколько с удобствами? То есть с принятием вот этого нового законодательства как-то вопрос решится, правильно? Ну да, действительно, тут, конечно, я думаю, что вот именно как раз стоимость квартиры, вот, наверное, в этой ситуации и не входит вот эти вот оценка вот этой, ну, комфортности этой квартиры. Поэтому в данной ситуации, ну, единственное, можно сказать, что человек сам выбирает, и при наличии трех квартир он сам выбирает, значит, одна квартира льготируется, поэтому он сам выбирает ту квартиру, которая будет льготироваться, поэтому, ну, здесь хоть есть какая-то возможность человеку с учетом вот этих особенностей освобождать налогоблажение ту квартиру, которая стоит действительно меньше. Ну вот тоже вопрос про эти же три квартиры у человека из Бреста, и она говорит, что одну она, допустим, купила, а две другие достались по наследству, то есть она не сама собственные деньги не вкладывала в это во все, тоже почему за это нужно платить такие же деньги? Ну, в любом случае, я хочу отметить, во-первых, когда человек получал по наследству эти квартиры, он не платил подоходный налог, у нас вот доходы в виде наследства не освобождаются от подоходного налога, я консенсирую, не от подоходного налога. Что касается налоговой недвижимости, да, действительно, у нас принято законодательство, у нас 2006 года, что при наличии у гражданина двух и более квартир освобождается одна, а все последующие облагаются налогом. Ну, здесь, к сожалению, законодательство не рассматривается, каким образом была получена эта квартира, по наследству, либо она была приобретена. Ну, и я хочу прокомментировать, вот сейчас поднимались вопросы, и вот министр проводил нашу прямую линию, в части вот введения налогового богатства. Вот это у нас уже, этот элемент налогового богатства можно так присутствовать, потому что вот действительно у нас люди, владеющие двумя и более квартирами, они облагаются налогом, и ставка, кстати, для вот этих граждан, у которых две более квартиры, она в два раза повышена, если для обычной недвижимости 0,1%, то для граждан, владеющих двумя и более квартирами, ставка 0,2%. Но только вот в этом аспекте, потому что для доходов у нас предусмотрена линейная шкала подоходного дохода. Да, это касается именно налога на недвижимость. У нас в студии сегодня начальник главного управления налогообложения физических лиц, Министерство по налогам и сборам, Михаил Рассолько, 1062, короткий номер для СМС. И 284-8753, 284-8753 номер, на который мы принимаем ваши звонки. Михаил Михайлович, а вот обычный человек, что он должен знать о налогах, какие налоги он должен вообще платить, потому что иногда мы живем и не задумываемся. У нас бухгалтерия, кто работает, допустим, в какой-то организации, автоматически удерживает вот этот подоходный налог. У нас, благодаря вот этой линейной шкале, если даже ты работаешь в нескольких местах, ты все равно не обязан ходить в налоговую и подавать декларацию. И вот о таких еще налогах надо помнить. Спасибо за вопрос. Действительно, в свое время, когда мы отказывались от прогрессивной шкалы подоходного налога, как раз-то одним из доводов в пользу этого было сокращение граждан, которые представляют налоговую декларацию. Потому что действительно, когда человек где-то подрабатывал и получал небольшую сумму где-то по месту другой работы, он вынужден был подавать декларацию налоговую. Соответственно, увеличилась нагрузка и налогового органа, и для граждан было неудобно. И действительно, вот сейчас этот процесс введения единой шкалы, он, конечно, с положительной стороны. Что касается же все-таки, что должен гражданин знать. Конечно, основная масса наших граждан получает доходы по месту работы, и у них удерживается подоходный налог. Но вот если гражданин получает доходы от другого гражданина, в этой ситуации на гражданина не возложена обязанность по удержанию подоходного налога. В первую очередь это касается, если человек продал автомобиль, и это автомобиль, легковой автомобиль, второй в течение года. Мы, как бы, каждый год стараемся в период кампании декларирования вот эти вопросы эти разъяснять, о том, что освобождается у нас один легковой автомобиль, проданный в течение года, одна квартира, проданная в течение пяти лет, или один садовый домик, один земельный участок. Но, к сожалению, каждый год мы сталкиваемся с тем, что какое-то количество граждан все-таки не представляют декларации. Можно было бы и убрать эту норму, но это все-таки в целях того, чтобы не было спекуляции, да? Ну, в общем-то, конечно, в свое время это и вводилось для того, чтобы... Чтобы не превращалось в бизнес. Особенно это касалось, конечно, автотранспортных средств, когда действительно под видом пользования для личного пользования ввозились автомобили с целью перепродажи. Интересная информация. Вот итоги декларирования за прошлый год. Самый большой задекларированный доход жителям Минска за прошлый год составил почти 28 миллионов рублей. Другой меньшанин задекларировал 21,5 миллионов, и ему предъявлена к уплате наибольшая сумма подоходного налога 2,7 миллиона рублей. Большие цифры. Большие. Кто еще не разбирается, не привык оценивать в рублях, но это больше, чем миллион евро. Да, сумма значительная. Ну и радует в первую очередь то, что люди декларируют свои доходы, они платят налоги и потом спокойно, легально пользуются своими денежными средствами. Если они легально заработали, мы только приветствуем вот такие факты. Радует, что с каждым годом количество граждан, которые декларируют значительные суммы доходов, оно возрастает. Что касается количества граждан, представляющих декларацию, то на протяжении ряда лет эта, в общем-то, цифра стабилизировалась. Это порядка 23-25 тысяч. Что касается, вот в этом году было 23 тысячи деклараций подано. Ну и, конечно, основная масса все-таки это связано с продажей автомобилей, недвижимости. Но, наверное, не только, чтобы доплатить налоги, но есть ведь различные вычеты, да, переплата, ведь, бывает, налогов. И люди, которые, допустим, строили квартиры, они имеют право на этот налоговый вычет. Я хочу сказать, что вот из 23 тысяч порядка 8 тысяч в этом году предстояли декларации для того, чтобы вернуть налоги с учетом того, что и воспользоваться льготами. В первую очередь это на строительство жилья и на обучение, поэтому... Скажите, Михаил Михайлович, а в будущем предоставление налоговых деклараций, порядок их подачи, заполнения будет меняться? Ну, что касается самой формы декларации, то мы постарались ее сделать максимально простой, чтобы человек мог заполнить без того, чтобы прибегать к какой-то помощи. Ну, тем не менее, у кого-то вопрос возникает, инспектор всегда проконсультирует. А в части вот упрощения, уже вот по итогам этого года граждане вправе будут подать декларацию в электронном виде. При этом для этого нет необходимости получать электронно-цифровую подпись, которая, в общем-то, стоит определенной суммы денег. А для того, чтобы ее подать, гражданин может обратиться в любой налоговый орган с паспортом, он получит логин и пароль, и затем на сайте Министерства по налогозборам будет соответствующая форма с подсказками, которые будут упрощать заполнение декларации. Он сможет подать декларацию совершенно бесплатно и не выходя из собственного дома. Михаил Михайлович, много у нас вопросов к вам. Значит, первый, имеет ли право местная власть увеличивать налог на недвижимость? Да, имеют право такое, и они им пользуются. Иногда тоже возникают вопросы, что вот граждане задают вопросы, что налог увеличился, государство увеличило налоги. Действительно, такое право есть у местных экспертных органов, увеличить налог, увеличить либо уменьшить, но не более чем в два раза, именно налог на недвижимость и земельный налог. Поэтому в ряде случаев местные органы власти пользуются таким правом, соответственно, это право они имеют. Но я слышала, что хотят местные органы уже лишить этого права, да, разрабатывать? Ну, в общем-то, вопросы такие поднимаются в части того, чтобы этого права лишить, но, скажем так, это ведь не обязанность местного обороны, это право местного органа власти. Ну и потом, не в свой же карман эти деньги. Нужно, допустим, зимой чистить дороги, например, а где взять в местном бюджете деньги? Ну, если в два с половиной раза поднимают налог, то тоже не каждому понравится, да? Нет, естественно, ну, конечно, это уже местная власть, ведь она не всем поднимает, там поднимают налоги определенным категориям плательщиков, как юридическим лицам, так и физическим лицам. Поэтому, как бы, это уже, конечно, если какие-то есть вопросы, граждане обращаться должны именно в свои вот эти органы власти, в частности, вот, в основанности увеличения такого налога. Еще вот вопрос по налогу на недвижимость, значит, исчисляться он будет, исходя из рыночной стоимости, волнуется граждане, приведет ли это к увеличению налога. Приведет? Вы знаете, что у кого-то может привести к увеличению, у кого-то может привести к уменьшению, потому что, если мы сегодня считаем, исходя из налог на недвижимость, из площади, то она, конечно, не отражает, вот, как, например, приводили сегодня той же квартиры, ее качество. Да, но задача, как мы сказали, чтобы сделать это более справедливым. Да, да. Поэтому, естественно, какие-то изменения могут произойти. Но, опять же, я понимаю, что это буквально не следующего года, и вполне возможно, что не последующего года. Это перспектива, скажем так, это... Ну, вот просто волнуются, почему именно сейчас это делают, да, когда экономика... Вы знаете, во всем мире, это мы здесь не какие-то первопроходцы, это норма, она действует во всем мире, и поэтому, и в России, они, правда, долго готовились к этому и вводили, поэтому мы тоже к этому придем. Ну, это частный случай, значит, мужчина получил дом, часть блокированного дома по наследству, налог, естественно, не платил. Потом пришлось делать в этом доме ремонт, значит, уже произошло вычленение в отдельную квартиру, и приходится платить за нее налог. Вы спрашиваете, что делать в этом случае, и правомерно ли взимание налогом? Нет, если человек имеет в собственности две квартиры, в том числе, вот если эта квартира была получена, дали доля, если эта квартира оформлена, вернее, доля в собственности недвижимого общества оформлена как квартира, то есть основным здесь является, вот как оформлено это, соответственно, в этой организации по регистрации имущества. Если это две квартиры, то в любом случае, эта квартира одна будет леготироваться, другая облагаться. Другое дело, что если у человека сложное материальное положение, он вправе обратиться в местный исполнительный орган, и такое право у органа есть, рассмотреть вопрос и освободить гражданина от уплаты налога. Это касается, кстати, любых налогов, которые уплачивают граждане. Есть 43-я статья налогового кодекса, который говорит, что при наличии тяжелого положения местные исполнительные органы вправе освободить такого гражданина от уплаты налогов. Поэтому, если есть какие-то тяжелые материальные положения или еще какие-то обстоятельства, это право гражданина обратиться в администрацию соответствующего района для рассмотрения вопроса его освобождения. Я напомню номер нашего телефона 284-87-53, 284-87-53. Звоните, задавайте вопросы. СМС у нас здесь 62, в студии у нас начальник главного управления налогообложения физических лиц, Министерство по налогам и сборам Михаил Рассолько. Вопрос по подоходному налогу спрашивают, какая сумма льготируется? Ну, льготируется, что имеется в виду. У нас есть определенные вычеты, те, которые предоставляются по месту основной работы. Поэтому, если речь идет по месту работы, вот это 93 рубля, если человек получает зарплату, то и его доход не превышает 563 рубля, то он вот этот вычет получит. 563 это за какой период? За месяц. За месяц. Михаил Михайлович, вот мы говорили об электронных сервисах, о возможности подачи декларации в электронном виде и так далее. Например, Белорусская железная дорога хвастается уже тем, что более миллиона билетов они смогли продать через интернет уже в этом году. Хороший показатель. А ведь это все те люди, которые когда-то стояли в очереди в билетных кассах. А какими результатами наши налоговые органы могут похвастаться? Ну, что касается налоговой декларации, то я как уже сказал, что это у нас будет только по итогам уже вот этого года. И потом их не так много, эти декларации. Да, ну а что касается платильщиков налоговой недвижимости, у нас тоже уже действует уже третий год такое, скажем, новшество, согласно которому гражданин может получить извещение на уплату налоговой недвижимости тоже посредством личного кабинета. Опять же, человек, если обращается в налоговый орган для получения этого, я могу сказать, что у нас уже вот на сегодняшний день порядка 100 тысяч граждан уже подключились к личному кабинету. И, соответственно, те граждане, которые являются платильщиками налоговой недвижимости или земельного налога, они вот эти извещения получают в электронном виде. Да, но кроме вот этого интернет-сервиса, личный кабинет налогоплательщика, у нас планируется еще, ну, я думаю, очень прогрессивное такое нововведение. Я имею в виду мобильное приложение. Да, действительно, вот это все разрабатывается, все эти, вот эти, скажем так, механизмы, они разрабатываются как раз для того, чтобы упростить администрирование и упростить для граждан и для субъектов хозяйствования вот эту взаимосвязь с налоговыми органами. У нас открывается центр обслуживания платильщиков, которые вот позволяют более комфортно и качественно обслуживать граждан, которые, и юридических лиц, которые обращаются в налоговые органы. Поэтому основная, как бы, наша задача, это сделать комфортные условия как субъектам хозяйства, так и гражданам в уплате и возможности, нахожусь так, простого и понятного порядка уплаты налогов. Есть вопросы от слушателей, вот по налогу на недвижимое, значит, ситуация такая. Семья стояла в Минске, в очереди нуждающихся на улучшении жилищных условий отказались они от этой очереди, построили, значит, дом под Минском. И вот теперь волнуется, не будет ли стоимость этого дома, да, который семья нуждающаяся, естественно, там, может быть, за кредиты строили, равняться стоимости коттеджей, которые рядом стоят? Нет, ну, опять же, все зависит от того, оценки. Если дома, в общем-то, как бы, отличаются по своей, скажем так, ну, как назвать правильно, стоимости строительства, то маловероятно, что они будут одинаковой стоимости. Если они, конечно, одинаковые по площади, и расчет делается по площади, тут могут быть, но в любом случае, предусмотренные заказы, там, если человек не согласен с той оценкой, которую налоговые органы провели, он может обратиться в БТИ, соответственно, и заказать оценку, которую оценит БТИ. И из этой оценки гражданин потом будет уплачивать налоги. Поэтому возможность есть тут, скажем так, оспаривание стоимости, которую определяет налоговый орган. Михаил Михайлович, в разных странах, в разных культурах свое понимание, что такое хорошо и плохо, например, у нас нетерпимо относятся к наркотикам, но как-то более снисходительно к алкоголикам. А есть страны, где наоборот. Где-то украсть из магазина – это, в общем-то, шалость, поругали, отпустили. У нас это тоже вор и преступник. Где-то неуплата налогов – это серьезное преступление. А у нас, не по закону, а вот в общественном сознании, как относятся к этому? Ну, я хочу сказать, что все-таки с каждым годом налоговая культура наших граждан, она растет. Во-первых, ну, конечно, поколение то, которое воспитывалось, скажем так, при Советском Союзе, конечно, тогда, в общем-то, кроме подоходного и налоговой недвижимости, в общем-то, который удерживался, подоходный удерживался по месту работы, по сути, других налогов не было, никаких деклараций. Сейчас, когда все-таки наша молодежь уже подрастает, все продвинутые, интернет, достаточно много информации есть. Но все-таки пока не совсем меняется. Сказать, что это уже однозначно… Ну, посмотрите, у нас, если кто-то что-то украл на 100 рублей, ну, он уже вор. А если ты не уплатил налогов на тысячу, ну, как бы… Я хочу сказать, вот у нас, если человек не заплатил налог, и налог этот не превышает одной базы величины, то у нас вообще административной ответственности даже за это нет. То есть мы вот эту сумму, 23 рубля на сегодняшний день, если налог составляет, то даже никакой ответственности человек за это не принесет. Только пение, если не заплатят. У нас везде есть люди, которые даже в различных финансовых компаниях работают, отмывают деньги чьи-то, помогают уходить от налогов, и при этом гордятся своей работой. Они говорят, у меня хорошая зарплата, прекрасная вот работа, я этим занимаюсь, даже не скрывают. Я хочу сказать, что есть такая народная пословица, что все тайное рано или поздно становится явным. И в конце концов, в общем-то, налоги заплатить придется. И вы сегодня вот в преддверии начала нашего разговора сказали, там, все-таки нарушение или преступление. В том случае, если сумма неуплаченных налогов превышает тысячу базовых величин, это уже несет за собой уголовную ответственность. Поэтому если те граждане, которые, как вы говорите, занимаются серьезными такими уклонением от уплаты налогов, это чревато и серьезными последствиями. Я предлагаю, Ольга, озвучить некоторые вопросы, потому что остается у нас совсем мало времени. О чем сегодня спрашивали наши радиослушатели еще? Значит, есть вопросы частные. Допустим, человек работал за границей и хочет купить квартиру в Минске. Естественно, ему надо переводить деньги, да, с того счета сюда в Минск. Спрашивают, какие налоги надо при этом заплатить? Дело в том, что перевод со своего счета за границей на счет в Республике Беларусь, это его же деньги. Здесь никаких налогов он, соответственно, платить не будет. Единственное, что если он работал за границей и получал там доходы, то, соответственно, ему нужно будет, либо если он там платил за границей налоги, ему нужно будет здесь подтвердить. Если же он там не платил, соответственно, он должен здесь будет подать декларацию налоговую и с этой суммы заплатить по доходу налог. Но в любом случае, если человек уже платил налоги, ему здесь сумма будет зачтена. А что касается перевода своих денег с одного счета на друга, здесь никаких налогов не будет. Единственное, наверное, комиссия банка будет какая-то, а налогов здесь никакого не будет. Ну вот это что касается своего счета на свой, да? А вот допустим, я же не знаю, там какая-то частная ситуация, а если там, допустим, чужой счет был? Нет, ну в любом случае, конечно, нужно будет разбираться. Когда человек получает деньги от другого человека, естественно, здесь вопрос, это могли быть деньги, полученные в долг или еще каких-то. Поэтому, естественно, в этой ситуации нужно будет разбираться. Если деньги переводил другой человек, это должно быть, соответственно, какие-то документально подтверждено. Вот интересуются наши слушатели также судьбой декрета об иждивенцах. Какие изменения будут вноситься? Ну, еще, конечно, решение не принято. Главное условие президента, который озвучил, что граждане, в общем-то, должны трудиться. Поэтому сейчас, когда разрабатывается изменение в декрет номер три, конечно, основным вот этим вопросом ставится, что человеку должны предоставить возможность, если не трудоустроиться, то, по крайней мере, может быть, переучиться, если есть такая необходимость или в регионе там проблемы есть. Поэтому здесь, конечно, больше акцент делается на возможность и помощи человеку с трудоустройством. Михаил Михайлович, а можно еще вот по поводу перевода денег? Сейчас появились сервисы электронные, можно с карты на карту переводить. Вот, допустим, я у вас одолжил 100 рублей наличными, да, а потом мне нужно вернуть. И я вам перевел их на вашу карточку, с своей карты на вашу. Фактически я вернул долг, а перед законом я что-то должен кому-то? Нет, ну, в любом случае, если мы, банки предоставляют информацию в налоговые органы о тех суммах, которые приходят из-за границы. Поэтому, если будет... Нет, естественно, в Беларуси это происходит. Нет, ну, в любом случае, если человек одолжил деньги, и ему его деньги вернулись, естественно, он декларацию подавать никакой не должен. Есть, конечно, речь идет у нас в определенных размерах, вообще, у нас только облагаются заемные средства. В том случае, если у человека истребовали декларацию о доходах и имуществе, он указал, что деньги взял, но их не вернул, вот в этой ситуации налог может быть предъявлен. Я вот помню, такая ситуация была по кэшбэку, да, допустим, когда что-то покупаешь, и потом какая-то сумма денег возвращается на карточку обратно. Установили лимит. Да, но это уже здесь обязанность возложена на банки, что если они в определенных пределах выплачивают такой кэшбэк, значит, там не больше 0,2%, то здесь никаких налогов нет. Если же они там, значит, повышенный какой-то процент уже... То есть, если 2%, то уже налог идет с этой суммы. Нет, там до суммы установлено, да. Да, определенная, да. Поэтому, но здесь обязанность лежит на банках, и человеку здесь не нужно никуда ходить и декларацию подавать. Эта обязанность лежит на банке к налоговому агенту. Ну, вот тоже вопросы еще по недвижимости. И, значит, человек владеет трехкомнатной квартирой и досталось наследство комнатой 7 квадратных метров в деревне, и за нее тоже налог платят как за квартиру. Ну, это здесь не как квартира, здесь это жилое помещение. Поэтому, если она зарегистрирована как отдельное жилое помещение, то это считается как жилое помещение. Поэтому... Вот считают несправедливые такие суммы. Ну, в любом случае, вот человек выбирает сам, с какой ему недвижимости платить, с одной ли квартиры, либо с комнатой. Поэтому, если у него там 9 метров, ну, это он сам, с какой квартиры он платит, здесь мне трудно комментировать. У нас вот была информация, что много налоговых консультантов планируется подготовить, престижная все-таки ваша профессия. И сейчас, когда вступительная компания, стоит задуматься, может быть, по этой стезе пойти? Ну, это решать уже каждому, чем заниматься. В том числе, я думаю, каждый у нас труд почетен. В том числе и налоговый консультант. Ну, и, конечно, это вот перспектива, наверное, в Германии там буквально там их сотни тысяч консультантов. Это говорит о том, что все-таки, наверное, она востребована в том числе, потому что не совсем простое законодательство. Но, тем не менее, мы полагаем, что это будет профессия востребована, поскольку возникают вопросы. Сейчас много возникает таких, там, криптовалюты, еще какие-то такие тенденции в мире, которые, ну, требуют и каких-то профессиональных навыков. Михаил Михайлович, в заключении хочется поздравить лично вас, всех ваших коллег, работников налоговых органов с профессиональным праздником. Спасибо, спасибо. Кто не знает, отмечается он 2-е воскресенье июля, то есть вот ближайшие выходные дни. Спасибо, я тоже хотел бы своих коллег поздравить с этим праздником, пожелать им всего самого хорошего. И всех налогоплательщиков. Да. Актуальный микрофон завершен. У нашей студии сегодня был начальник головного управления податка плодания физичных особ Министерства по податках и сборах Михаил Расолько. Сегодняшнюю программу провели Вольга Семашко и Дмитрий Рубашны. До встречи. Актуальный микрофон.